Всем привет! Сегодня мы с вами обсудим последний доклад за 2019 год, который выпустила организация International Religion Freedom. Это по сути является частью Госдепартамента США, который мониторит и анализирует основные права и свободы в отношении религии и свободы совести в разных частях мира. Итак, приступим! Сам доклад можно найти на сайте uscirf.caf, где находятся электронная версия и PDF-версия. PDF-версия получается у нас на 234 страницах, очень большой доклад и он очень красочно оформлен, потому что в прошлые годы это было более что-то серенькое. Ну, грамотно сделали, молодцы, респект! В апреле он вышел 2019 года и на что мы здесь обратим внимание, что существует два списка стран особой беспокоенности и страны, где частично тоже нарушаются права и поэтому они не так сильно беспокойны, но беспокойны тоже. Вот оно. Вот у нас страны с особой беспокоенностью первого уровня, которые у нас выделены красным цветом. Что нас интересует в этом списке, то что сюда попадает Россия, вот эта вот большая страна Россия, она имеет почетное место быть среди вот этих доблестных 16 стран, где нарушаются жестко права человека в области религиозных свобод и свободы совести. Еще здесь наши соседи есть Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Вот. Ну и остальной список достаточно стандартный. Это Бирма, Центральная Африканская Республика, Китай, Эритрея, Иран, Нигерия, Северная Корея, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Судан, Сирия и уже названные страны плюс Вьетнам. Это что означает, что страны, которые находятся в первом списке, у них есть очень большие проблемы с Госдепом. Это комиссия, которая делает адекват, она отправляет свои рекомендации и просьбы разобраться в Конгресс США. Это все обсуждается на уровне Сената, вносятся какие-то там ноты протеста, какие-то санкции даже могут быть. И даже иногда какие-то делают законы с целью повернуть эти страны в правильное русло на защиту гражданского общества или религиозных свобод в данной ситуации. Это означает, что люди, которые приехали из этих стран, они могут рассчитывать на поддержку и защиту США даже на самом ранней стадии на обращение в ЮСИАС. И по результатам интервью, если все прошло гладко и все обоснованно, доказано, без сомнений у самого миграционного офицера, то такой человек может получить статус политубежища даже еще до суда. Шансы очень велики. Если это страны второй очереди, это страны, которые также вызывают свою какую-то обеспокоенность, что там частично нарушаются права, и в эти страны входят также наши хорошо нам известные соседи, это Казахстан из таких ближайших, и Азербайджан. Все остальные это страны Афганистан, Бахрейн, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Ирак, Лаос, Малайзия и Турция. Это означает, что эти люди также имеют очень высокий шанс оказаться среди политбеженцев США и получить одобрение. Но также это означает, что эти люди, они могут еще до суда иметь уже документы о том, что они политбеженцы. Означает ли это, что люди из других стран не могут получить убежище? Конечно, нет. Даже в этом же докладе, если мы пойдем в его электронную версию, то в электронной версии мы можем увидеть, что есть еще другие страны и территории, которые мониторятся, и по ним тоже есть замечания. Да, мы говорим когда об этих странах, что первого уровня, что второго уровня, то мы говорим именно о том, что там все плохо. То есть, все настолько плохо, что они даже в Конгрессе поднимают и обсуждают все эти вопросы. Итак, давайте взглянем на наш доклад и посмотрим, что там говорится о религиозных свободах в этом период времени. Ну, это 19-й год, но мы понимаем, что мониторился 18-й год. И, допустим, посмотрим, что у нас идет по России. По России у нас 10 страничек, с 80-й по 90-ю. И давайте мы с вами найдем. И посмотрим, кто же у нас подвергался гонениям в прошлом году в России по мнению Госдепа США. Итак, у нас Россия. И в целом мы видим, что по России дается общее вначале замечание, что в основном здесь говорится, как мы видим, о свидетелях Иеговы. Что, к примеру, тут мы видим, что у них на 90 миллионов долларов было конфисковано имущество. Также мы видим, что они были запрещены в 2017 году. Ну и столкнулись, как мы видим, с серьезными преследованиями в стране. Ну, мы знаем, что происходит со свидетелями Иеговы в России. Я думаю, что это никому не секрет. Сейчас об этом все говорят и пишут. Но мы видим, что есть официальное заключение. И вот дальше, если мы посмотрим, вначале даются какие-то общие характеристики по России, статистические данные. По их данным у нас 142 миллиона, 68% православных, 7% населения мусульман и 25%, что немало, это все остальные. Включая протестантов, католиков, свидетелей Иеговы, буддистов, евреев и также исследователей Бахаи. Ну что, давайте вникнем поподробнее. И мы видим, что вначале идет такая более-менее вводная часть. Мы видим, что есть обеспокоенность по поводу исламского экстремизма. А точнее то, что очень часто мусульман всех под одну гребенку называют экстремистами. И против них используют различные законы, которые пытаются подвести под эту статью. Ну, в основном это, конечно, касается крымских татар и некоторых представителей из Кавказа. Отдельно мы видим, есть графа, посвященная свидетелям Иеговы. Дана достаточно, также уже распространена известной информацией, что 20 апреля 1917 года они были, как религиозные организации, запрещены в России. Да, сказано, что изъято имущество на 90 миллионов долларов. Также говорится, что за отчетный период 23 свидетели Иеговы были в тюрьме, 27 были под домашним арестом и так далее, так далее. Здесь очень много информации. В принципе, для чего все это делается, мы можем сами исследовать дома. Можно это все дело перевести, почитать. Здесь про Дениса Кристисона, первого заключенного в тюрьму в России. Рассказано, ну так, хорошо рассказано. Ну, есть еще ссылочки, как мы видим. Также здесь говорится о саентологах и также о других нетрадиционных религиозных группах. Так, здесь мы видим тибетские буддисты. Также мы видим, что у нас происходит на Северном Кавказе. И вот подробно мы видим, это рассказывается, но замечу только о религиозных свободах. Поэтому доклад относительно небольшой, ну, в части России. И я думаю, что вот когда мы с вами будем обсуждать доклад уже о политических и всех других базовых свободах, то там доклад будет более содержательный и разнообразный, потому что он более широкие вопросы рассматривает. Итак, мы запомним вот эту ссылочку. Если мы не сможем ее так найти, то как мы это можем сделать? Мы можем зайти на сайт www.uscirf.gov. И вот это вот у нас страны. Здесь тоже вот карта есть. И это все так показано. Мы можем по карте сориентироваться. Как мы видим, люди из первого списка, граждан этих стран, могут уверенно рассчитывать на поддержку и защиту области политубежища в США, если они преследуются на основании своих религиозных взглядов. И это признает также и Госдеп США. Мы также видим, что те люди, которые находятся во втором списке, и также приехали из стран, где притесняются, ну, не настолько серьезно, но тем не менее, обеспокоенность у Госдепа есть, то такие люди также могут рассчитывать, и, конечно, не в 100% случаев, но большая часть этих людей, если правильно обоснуют свои страхи, то, конечно, они также могут рассчитывать на получение статуса политбеженства вот на основании своих религиозных взглядов и тех гонений, которым они подверглись в своей родной стране. Всем успехов с вами, Ace Agency. Пока! Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.